всем привет друзья с вами иван акадук никнейм и мой канал сегодня мы разбираем маски и выделения так как без умения работать с ними дне возможно получить хороший качественный результат с отдельными локальными участками изображения я сейчас не говорю про какой-то квадрат круг там цилиндр или еще что-то а про более сложные формы такие как волосы или лицо для ретушера отдельный участок пейзажа либо объект для фото башиста и так далее и тому подобное давайте обо всем этом по порядку начинать я разделяю два основных типа выделения это ручное и машинное для того чтобы сделать ручное выделение нам достаточно взять один из стандартных инструментов такие как овальное выделение либо квадратное выделение лассо перо и так далее и маска же отличается от выделения тем что мы можем в будущем менять область воздействия давайте создадим простую маску путем выделения через лассо и применяем маску слоя все что попадает на белую область будет изменяться все что попадает на черную не будет изменяться соответственно градиент от белого к черному будет показывать степень воздействия маски на изображение давайте проверим на фотографии создаю маску путем черно-белого градиента слева у нас должно быть максимальная степень воздействия справа минимальная но в общем то так оно и произошло кстати инверсировать выделение то есть поменять белые участки на черное а черное на белое можно с помощью комбинации клавиш control и а теперь давайте перейдем к так называемым машинным способом выделения и создания масок для того чтобы машинное выделение работало должны соблюдаться несколько условий любое выделение и маска это в первую очередь разница и отличие отличие может быть либо в тоне либо отличие в цвете размытые области либо разницу между тоном выделение не любит также можно проверить по вот этому локальному участку здесь значение выставлены 100 100 95 95 и оттенок немножечко ввелся уже в сторону оранжево для человеческого глаза это различить почти невозможно однако для выделения это существенная разница поэтому любой способ создания маски путем машинного выделения является создание максимальной разницы между выделяемыми областями давайте рассмотрим основные области применения волшебной палки во первых это обтравка любого изображения на однородном фоне благодаря волшебной палки мы можем очень быстро отделять нужное нам изображение от фона а также работать с ним в дальнейшем отдельно значение допуска определяет допустимое отклонение от взятого образца то есть если вы выделяете какой-то серый цвет и у вас допуск 32 у вас может выделиться как почти белый серый и немножко темнее если же вы поставите допуск допустим 2 у вас будет выделяться строго серый тон вот такое выделение у нас получается при допуске 32 сейчас поставим допуск 2 вы можете начать работать как по выделенной области так и создать маску следующий инструмент выделения называется выделением по цветовому диапазону это очень помогает в тех случаях когда у вас множество однотипного тона разбросанного на разных участках изображения выделяем нужно нам цвет берем пипетку плюс и добавляем нужные нам оттенки очень быстро и очень просто однако помните то что вы всегда можете доработать вашу маску ручками данный способ создания выделения и маски крайне эффективен в тех случаях когда у нас имеется неправильная форма и нам нужно отделить ее от какого-то фона в данном случае мы имеем темные почти черные волосы а также светлый фон пипетка с плюсом выделяем то что нужно окей отличный способ обтравки например волос которые имеют довольно таки сложную структуру и это почти невозможно выделить руками данный способ выделения будет также очень полезен фотоманипулятор щекам фото башистом или как вы там называетесь допустим вы ну очень хотите сделать фактурные вот эти тропинки конечно в данном случае это можно сделать и волшебной палкой так как тон однородный границы резкие и следующий способ в моем словарном инвентаре называется по содержимому на слое этим способом часто пользуются художники причем китайской школы когда они рисуют какое-то либо изображение потом делают по нему маску через control плюс нажимаем на иконку нашего изображения и таким образом мы можем работать сугубо с этим объектом кстати чтобы инвертировать выделение можете просто зажать control shift и ну и наконец переходим к основным и наверное самым сложным способом создания выделения и масок это по канальное выделение стандартная модель видения это красный зеленый синий точно также фотошопе мы можем иметь в режиме rgb 3 канала красный зеленый и синий как я говорил ранее на белом воздействие будет на черном не будет посмотрим красный канал выделился полностью весь красный диапазон и немножечко смежные теплые области если же мы посмотрим на синий синий уходит в белый а красный и просто теплые оттенки уходит в черный цвет для того чтобы сделать по канальное выделение есть два стандартных способа либо вы можете нажать control плюс иконка нужного вам канала второй же способ это микширование каналов в режиме монохромное изображение стандартная раскладка идет в соотношении 40 плюс 40 плюс 20 процентов синие почему-то немножко ущемляют однако общая сумма цветов составляет 100 процентов это крайне важный показатель поэтому если вы хотите сделать точно тот же красный канал как он был до этого ставим 100 процентов красное и по синий и зеленый канал зеленым и синим аналогично если же мы хотим выделить два канала и в целом больше палитру цветов мы просто добавляем нужный нам канал и наше процентное соотношение изменится в большую сторону допустим я хочу оставить красный но выделить зеленый и синий зеленый и синий цвета ушли в белый то есть воздействие будет в красном соответственно нет если вас не устраивает данное выделение и вы хотите допустим вмешаться в красный оттенок то есть добавить небольшое воздействие на него просто увидите в плюс если же вы хотите сделать более контрастную и жесткую границу увидите в минус надеюсь с этим все понятно и давайте переходить к практике хороший пример синий красный зеленый давайте посмотрим на составляющие как выглядят каналы на синем канале синее голубое небо будет белым противоположный красный черным control нажимаем пустой слой маска вот у нас появилась наша маска и сейчас можем что-нибудь нарисовать либо сделать коррекцию слоя пускай это будут кривые кстати перенести маску на новый слой либо корректирующий слой можно зажатые клавишей alt тогда ваша маска заменится как мы видим изменение идет в основном на синий поэтому я бы хотел эту маску скажем так немножко подкорректировать и выделить через микширование каналов она будет более точной синий максимально вправо красный и зеленый максимально влево если вы видите то что у вас появляется такой градиент растяжка вы просто можете константы и подтянуть в нужную сторону в плюс либо в минус и в целом добиваетесь такого результата как вам нужно также канальным выделением и масками очень любят пользоваться ретушеры для того чтобы выделить кожу кожа имеет красновато-оранжевый оттенок то есть она крайне теплая в отличие от противоположного синего поэтому очень легко выделять тон нашей кожи либо же наоборот веснушки как мы видим теплые участки и кожа меняются в первую очередь и гораздо сильнее фон темный и зеленый почти не меняется ну и наконец наверное самое важное это корректировка уже существующей маски либо корректировка создаваемой маски это то к чему шел весь урок самое важно при работе с масками и выделениями это не умение их создавать а умение их корректировать потому что стандартные инструменты дают не всегда нужный нам результат поэтому на помощь приходит черно-белое изображение например создать вот такую попсятину можно только через коррекцию маски давайте вам покажу как это делал самого начала например чтобы выделить веснушки нам нужно зайти на синий канал потому что тут они наиболее явно выделяются по сравнению с кожей и создать маску на его основе мы можем сделать это изначально то есть через control кривые и в целом мы уже можем добиться какого-то либо эффекта однако все равно это немножко расплывчато если посмотреть на нашу маску кстати через alt мы можем заметить то что кожа серая веснушки но тоже такие сероватые темноватые поэтому нам нужно создать более явную контрастную маску чтобы наши веснушки были почти черными а лицо почти белым чтобы это сделать давайте зайдем в микширование каналов создаем синий канал как делали ранее получилось абсолютно то же самое когда мы выбирали синий канал нас это не устраивает и это нужно доработать лицо сделать более светлым веснушки более темными и уже здесь вы должны врубать полностью все ваши существующие знания ну во первых нам нужно оставить вот это черно-белое изображение поэтому я создаю пустой канал shift control alt и и мы получаем наше черно-белое изображение на данном этапе мы должны делать все возможное чтобы высветлить лицо и затемнить веснушки я воспользуюсь кривыми гораздо более явный видимый результат правда сейчас вы можете задать вполне себе закономерный вопрос а как из этого сделать маску снова нам приходит на помощь каналы просто control и тыкаем на rgb получаем наше выделение но все-таки я посмотрел на лицо и мне еще захотелось доработать нашу маску все-таки лицо мне кажется сероватым должно быть более белым чтобы еще сильнее отделить от веснушек поэтому снова переходим в кривые не бойтесь экспериментировать не бойтесь дорабатывать вы этим самым только облегчите себе жизнь поверьте мне и сделайте вашу работу лучше тыкаю на rgb создаю пустой слой маска режим наложения мягкий свет отключаю черно-белый снизу чтобы мы видели фоновое изображение исходное и сейчас можно протереть уже лицо то и сделать его еще более светлым на фоне веснушек плюс я думаю немножко более теплым чтобы отличие было как по цвету так и по тону давайте возьмем этот попсовый такой золотистый наверно до оттенок и наоборот сейчас мы создаем пустой слой с инвертированной маской для того чтобы проработать в веснушке через alt перетаскиваем маску инвертируем через control и проверяем и убеждаемся в том то что сейчас у нас воздействие будет исключительно на веснушке ну конечно тут еще будут и и брови затрагиваться и глаза поэтому ручной труд всегда приветствуется берем более темный цвет противоположный теплому то есть какой-то фиолетовый либо синий насыщенный и проходимся опять-таки в мягком свете по веснушкам именно таким способом я получил вот данное изображение только делал чуть более аккуратно давайте еще немного практики выделим волосы у данной девушке фон холодный волосы теплые поэтому все должно работать нормально монохромный выделяем синий снимаем воздействие с красного и зеленого но что-то не так выделение плохое давайте его немножко доработаем например создадим большую разницу в насыщенности цветовой тон насыщенность повышаем повышаем до тех пор пока у нас не будут появляться вот эти квадраты и и теперь снова заходим в микширование каналов монохромный синий в плюс красный в минус все нам сейчас осталось только слить наши слои прокрасить лицо черным можете докинуть больше контраста чтобы фон прорабатывался еще лучше снова сливаем отключаем все задние слои control rgb новый слой маска прокрашиваем наш фон далеко не идеально поэтому я всегда говорю то что ручной труд поощряется надеюсь данный урок был для вас информативным полезным и вот это вот все хорошее положительное поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте на диндон пишите темы для следующих уроков в комментариях под видео всем до скорого всем пока удачи